Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Марафон. День студента. Это радио Комсомольская правда. У микрофона Людмила Варакина. Сегодня целый день с раннего утра и до вечера мы общались и общаемся со специалистами, с экспертами, с гостями. Говорим про студентов, говорим про трудоустройство студентов, говорим про студенческую жизнь. В общем, поздравляем целый день всех тех, кто когда-то был студентом, есть студентом или когда-то будет с Днем российского студента. И наш гость – это президент Ассоциации руководителей и специалистов по управлению человеческими ресурсами Светлана Долженко. Светлана Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте, Людмила. Я вас тоже поздравляю с этим праздником. И я задам первый вопрос. А как вы отмечали раньше и как сейчас отмечаете День российского студенчества? Слушайте, такой неожиданный, нестандартный вопрос. На самом деле, мне кажется, что сейчас, вот если сравнивать, День российского студенчества отмечается более празднично и креативно. Честно, я не помню, когда я была студенткой, я не помню, чтобы нас вот прямо вот поздравляли с Днем российского студенчества. Сейчас я могу сказать, я тоже, я не только занимаюсь профессиональным сообществом, я и преподаю, и заведую кафедрой. И то, что на сегодняшний день мы делаем для студентов, это много больше, шире и масштабнее. Более того, к поздравлению студентов присоединяются не только преподаватели, не только ученые, не только представители органов власти, но и работодатели. И вот сегодня мы, например, будем встречаться с попечительским советом нашей кафедры управления персоналом и тоже говорить о молодежи. Поэтому внимание к молодежи чрезвычайно огромное и, на мой взгляд, очень правильный, хороший тренд. А вот мы сейчас как раз про трудоустройство этой самой молодежи и поговорим. Вот как вы считаете, рынок труда сейчас, в последние годы, насколько сильно изменился, что в нем такое произошло, чтобы молодежь как-то более привлекательна была для работодателей, чтобы молодежь, которым многие работодатели ругают, да, они там не специалисты, мы там ее переучиваем, все остальное, или сама молодежь говорит, а я не пойду там по специальности, я не хочу работать, я вот пойду лучше блогером. Так вот, что сейчас изменилось на рынке труда применительно как раз для молодых людей? Очень важный, правильный вопрос. Я думаю, Людмила, у вас в студии, каждый второй эксперт сейчас говорит про кадровый дефицит. И, конечно, я не буду говорить в целом, я понимаю, что это все уже осознают, а вот что касается молодежи, некоторые думают, что ну вот сейчас проблема, а вот через какое-то время будет легче. Нет, легче не будет, и все эксперты говорят о том, что до 2030 года точно ситуация с молодежью на рынке труда будет только ухудшаться. И вот у нас лучше, с точки зрения количественного состава, точно не будет. Ну, небольшие цифры, например, в период с 2011 по 2021 год количество молодых специалистов 20-24 года у нас сократилось почти в два раза. А некоторые говорят, ну это катастрофа, да, с 12 до 7 миллионов человек. Дальше мы думаем, ну ведь у нас же есть подростки, которых, наверное, станет немножко побольше. Немножко, но ненамного. То есть если мы возьмем возраст детей с 10 лет до 14, из 15 до 17, наши подростки, а их тоже до 8 миллионов человек. То есть это те, кто выходит на рынок труда через 5-10 лет, их не будет больше. И поэтому, конечно, мы сейчас как эксперты на каждой встрече, на каждой конференции говорим с работодателями и доносим, что, ребят, вот прямо сейчас уже нужно разрабатывать программы привлечения и удержания специалистов. И да, молодежь, она, конечно, совсем другая. Я думаю, что вы тоже наверняка в студии обсуждали и теории поколений, которые модные сейчас, да, X, Y, Z, и то поколение, которое альфа сейчас у нас выходит. Оно у нас есть, на рынок труда выйдет примерно лет через 10-15, и они совсем другие. И, конечно, им интересна нестабильность, да, не гарантированная заработная плата, а больше интересна немножечко другая история. И вот многие эксперты говорят, например, что поколение альфа, те ребята, которые родились после 2010 года, они за свою жизнь, прислушайтесь к этой цифре, сменят примерно 15-20 работодателей. Ого! Ну, это такой мировой тренд. Может быть, у нас в России поменьше будет, потому что мы немножко отличаемся от мировой практики, но тем не менее. То есть для них менять работодателей – это будет абсолютная норма. Вот поэтому нужны другие практики и привлечение удержания на перспективу. А вот какие практики? Вот расскажите, что должно быть? Потому что, ну, люди более взрослого поколения, да, и, собственно говоря, работодатели в основном это как раз солидные там люди, которые родились еще в 20 веке, многие из них, да, и для них работник должен все-таки находиться на рабочем месте, ну, условно, с 9 часов и до 6 часов, да, там плюс там часовой перерыв на обед, хотя сейчас очень многие не тратят час на обед, а кому-то хватает 10 минут, кому-то 15 минут, хватает 20 минут, ну, потому что люди стараются максимально быстрее и больше выполнить задач, которые на них, что называется, приходят сверху от работодателей. Так вот, а сейчас что все-таки меняется в сознании работодателей для того, чтобы вот эти вот молодые люди, альфы, омеги и все остальные, которые, я уверена, они не захотят работать с 9 до 6 вечера, у них будет какой-то более другой гибкий график. Ну, вот что происходит? Расскажите об этом. Ну, смотрите, да, тренд есть. Тренд есть на развитие гибридных рабочих мест, гибких рабочих мест, и мы видим, что даже вот на работных порталах гораздо больше откликов на вакансии, где в том числе делается акцент на гибкую занятость, гибкую занятость и гибкие рабочие места. Я помню, в 2018 году мы вместе с нашими работодателями, моими коллегами, директорами по персоналу предприятий выезжали в Италию на стажировку, и там нас очень удивил один из законов, смарт-воркинг, закон о гибких рабочих местах. То есть тогда уже на Западе этот тренд, он прямо проявлялся, и проявлялся в виде законодательных инициатив. Он пришел, к нам он пришел, ну вот буквально несколько лет назад. И, конечно, молодежь реагирует, причем, знаете как, не просто, например, на дистанционную занятость, а на возможность выбирать. То есть когда я сам могу выбрать, вот сегодня я, например, работаю в офисе, завтра я работаю из дома, послезавтра я снова приехал, полдня офис, полдня дом. То есть это правда очень важно. Мы, конечно, с вами понимаем, что наш регион, он все-таки такой промышленный, у нас очень много серьезных предприятий. Станок домой не заберешь. Да, станок совершенно верно, домой не заберешь, поэтому я всегда говорю с оговоркой, что те рабочие места, которые реально можно обеспечить, гибридную вот такую занятость. Там, где станок домой с собой не заберешь, нужно использовать другие методы привлечения удержания. И тут тоже весь, наверное, последний год мы с нашими предприятиями проводили очень много сессий, стратегических, фасилитационных, с молодежью, спрашивали у ребят, а что им правда важно. И, знаете, наша гипотеза, одна из гипотез, то, что говорили взрослые, в первую очередь важна зарплата. Ну, очевидно, это так. Конечно, да. Но молодежь говорила не только про зарплату. Они, например, говорили про то, что было бы здорово внедрить систему адаптации на предприятии, чтобы у меня был наставник, чтобы у меня был человек, с которым мне интересно было бы работать. То есть нынешние поколения, их в том числе мотивирует возможность работать вместе с человеком, который его драйвит и который его развивает. Или, например, они говорили, вообще очень много про развитие говорили. И это правда важно, потому что очень меняется мир, очень меняются тренды, информация, и молодежь, правильная молодежь, она готова меняться. И очень важно, чтобы был рядом человек, который помогал бы развиваться. Поэтому много вариантов. Или, например, молодежь говорила про развитие различных внутрикорпоративных сообществ, клубов по интересам, когда ты приходишь на предприятие, и тебе здесь интересно не только потому, что ты развиваешься как профессионал, но потому что есть люди, с которыми тоже интересно рядом развиваться и расти. И это может быть все, что угодно. Это могут быть клубы любителей кинотеатра, клубы любителей игры в гоу или в шахматы. Это могут быть очень модно сейчас социальное корпоративное волонтерство. У меня был один из магистрантов, который защищал магистрскую диссертацию. Тема была совершенно потрясающая. Поиск корреляции взаимосвязей между активным корпоративным социальным волонтерством и вовлеченностью персонала. И он доказал, что компания, которая стала развивать волонтерство, экологические проекты, уровень вовлеченности и лоенности персонала вырос. Ну, мы прекрасно знаем, что в Екатеринбурге есть одна крупная известная компания, руководитель и основатель этой компании является почетным гражданином города Екатеринбурга, и он много чего хорошего делал и во времена коронавируса, и к 300-летию города Екатеринбурга, и сейчас продолжает. Так вот, сотрудники его компании как раз-таки очень сильно вовлечены и в это социальное волонтерство, и экологическое волонтерство, и патриотическое волонтерство. Поэтому, наверное, другим работодателям нужно брать с него пример, раз доказано уже научным сообществам и учеными, что, оказывается, вот это самое волонтерство сплачивает работников, и, более того, работники охотнее остаются в этой самой компании работать, им это нравится, потому что, ну, какую-то сопричастность к хорошему, доброму делу они ощущают. А вот вы сказали, что по исследованиям вашим молодежь говорит, что их привлекает не только это волонтерство, но еще и привлекает, если у работодателя им дают некого ментора, некого наставника. Но вот мне кажется, это вот такая история с советских времен, потому что вот в Советском Союзе на любое предприятие, промышленное, непромышленное, если кто-то приходил, всегда молодому специалисту представляли какого-то наставника человека, который его вводил в курс дела. То есть, получается, мы к истокам возвращаемся, ну, вот к тому, что было раньше. Да, 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 а это ведь и правильно. Я вот очень часто, очень правильно говорить о том, что, знаете, как не смотреть на мировые практики, очень многое, то, что сейчас подается по другим соусам, было в нашей стране 20, 30, 50 лет назад, и это успешно работало. И тема наставничества сейчас точно, это тема и прошлого года, и 2024. Более того, могу сказать, что наш регион был один из самых активных, и наше профессиональное сообщество в части создания проекта наставник, проекта профессионального стандарта. То есть, есть идея от профессионального сообщества выделить этот вид деятельности прямо в профессиональный. Понятно, что наставник, он всегда, в первую очередь, носитель своей профессии, и сначала нужно разбираться хорошо с точки зрения профессии, но, тем не менее, уметь быть наставником, уметь развивать, уметь сопровождать молодёжь, это очень важная компетенция, ей тоже нужно учиться. И, кстати, хотелось бы узнать, сама молодёжь сейчас какие выбирает профессии, какие специальности, вот что для них наиболее привлекательное сейчас? Вы знаете, ну, тоже такой неоднозначный, наверное, дам ответ. Мы в прошлом году вместе с одним из оборонно-промышленных предприятий и с коллегами из ПЕДВУЗа проводили исследования, исследования видения школьников, старшеклассников в своей будущей профессии. И понятно, что треть молодёжи, их, в первую очередь, драйвит творческие, креативные профессии. И, конечно, это прямо вот треть. И если мы с вами будем разговаривать с молодёжью, абсолютно правильно сказали, им интересно быть барбершоперами, им интересно быть блогерами. Но вместе с тем я знаю очень много ребят, и исследования тоже показывают, что они готовы развиваться и в инженерной части, и в IT-сфере, это очевидно. Поэтому здесь нельзя сказать, что есть какой-то прямо однозначно очевидный ответ. Но проблемы есть, потому что вот мы смотрим по динамике, по количеству, допустим, старшеклассников, которые выбирают профильную математику, физику, химию. Безусловно, количество детей падает, желающих выбирать эти профильные дисциплины. И в этой части, ну, главная, одна из главных задач работодателей, в том числе заниматься брендом своих предприятий, HR-брендом и показывать, что вообще-то на предприятиях сейчас не так, как было, когда рассказывали родители. Ведь очень часто именно родители дают, ну, такую основу выбора профессии. Если твой папа или мама говорит, ой, ну, да на заводе грязно, неинтересно и так далее, то и ребёнок это считывает. Ведь поколение, как раз теория поколения, заключается в том смысл теории, что твои ценности формируются с учётом того воспитания, тех ценностей, которые есть внутри семьи и тех событий, которые происходят вокруг. Поэтому нам очень важно все вместе объединяться и помогать, и рассказывать про наше замечательное предприятие. Свердловская область – это опорный край державы. И, безусловно, промышленность, и металлургия, и машиностроение для нас важны. И играют, ну, большую долю и ВВП, и, более того, во многих городах, тот же Нижний Тагил, например, да, допустим, Первоурайск, Каменск-Урайский, ну, их можно назвать практически моногородами, потому что там основной – это всё-таки металлургический завод, допустим, да, и вот в Нижнем Тагиле ещё плюс машиностроительный, огромный большой завод УВЗ, все мы про его знаем. Тем не менее, сейчас, несмотря на все попытки работодателей объяснить, рассказать, что это вот круто, классно, и даже готовят детей там со школьной скамьи, я знаю, что есть там специальные у них программы, ну, дети не хотят туда идти. Вот вы сказали, не выбирают. А что можно такое предложить, сделать? Вот, может быть, HR-ы со своей стороны могут какие-то интересные программы работодателям нашим уральским дать, чтобы они изменили вообще подход к этой истории и подход к работникам, которые там у них уже трудятся, и подход к будущим, к своим работникам, которые когда-то придут со школьной скамьи, с вузовской скамьи, со скамьи колледжей, там, техникумов каких-то, да, вот. Есть ли какие-то, может быть, у вас, там, не знаю, ноу-хау? Ну, во-первых, всё-таки каждое предприятие имеет свою корпоративную культуру, и нет таких, знаете, очевидных, однозначных ответов. Это первое. Второе, да, действительно, мы занимаемся вместе со специалистами по персоналу, вместе с учёными, разработкой, исследованием о ценности молодёжи, которые на сегодняшний день есть как раз вот через фокус-группы, через стратегические сессии, потому что с ребятами надо разговаривать на их языке и пытаться понять, а что их, правда, мотивирует, что для них важно. И вот через понимание того, что важно, необходимо разрабатывать как раз программы привлечения молодёжи на предприятие. У нас даже, знаете, есть такой проект, называется «Завод как магнит». Это такой проект, образовательно-сессионный конструкт, который мы проводим для предприятий. И вот под каждое предприятие нужно разрабатывать предложения, идеи, а что же сделать для того, чтобы молодёжь захотела прийти и работать конкретно на это предприятие. Ну вот в качестве таких интересных идей, то, что за последние несколько лет правда выстреливает и молодёжь очень хорошо воспринимает, это так называемые управленческие бизнес-квесты. То есть когда под историю предприятия пишется квест, и он, знаете, с такими стреками, например, минута рассказывается какая-то история про предприятие, потом даётся задание молодёжи, потом снова пару минут история про компанию, и снова задание. А ведь ребятам очень скучно, когда приходит, например, какой-нибудь представитель компании и начинает бубнить про своё предприятие. Им нужна геймификация, им нужно, чтобы было интересно, и нужно понимать, как их вовлекать. И вот тема с такими профориентационными бизнес-квестами, связанными с историей и региона, и компании, она сейчас очень хорошо заходит, и вот есть уже такие работающие бизнес-квесты. Здорово. У нас сегодня утром были представители ведущего Уральского вуза России, ну, не только Урала, и они рассказывали, что несколько лет у них есть такая история, и в этом году тоже она проходит, так называемый тест-драйв студенчества. Вот мне кажется, наработодателям нужно организовывать тест-драйвы своих предприятий для того, чтобы школьники, студенты приходили и, может быть, даже пробовали. Ну, безусловно, если речь идёт о промышленных предприятиях, то нужны рядом сотрудники, работники, которые могли бы смотреть за соблюдением правил безопасности, потому что, ну, когда тут станки оборудования или металл льётся, или ещё что-то, понятно, там нужно это всё соблюдать. Но, тем не менее, если ребёнок, ну, или уже молодой человек что-то сам попробует, то, наверное, у него больше возникает каких-то желаний. А может быть, я и дальше это попробую, а может быть, я потом сюда приду, а может быть, я стану частью вот этой команды, этой коллектива. Как считаете, надо ли такое? Это прекрасная идея. Более того, я могу сказать, что, ну, я не могу говорить за все кафедры и все вузы, ну, по крайней мере, вот у нас на кафедре управления персоналом. У нас это есть и реализуется. То есть мы студентов вывозим на экскурсии, договариваемся с предприятиями, договариваемся с директорами по персоналу, потому что наши студенты будущие чары. И они должны изнутри понимать, а как на предприятиях организован процесс знакомства с сотрудниками, адаптации. И они полностью проходят вот этот вот путь кандидата будущего. Поэтому это абсолютно правильно. Вопрос в том, что, конечно, на это уходят силы, на это уходят ресурсы временные. И, может быть, не каждый хочет, ну, извините, заморачиваться. Вот. А когда ты выстраиваешь коммуникацию, отношения с предприятиями, и они с удовольствием это делают и привлекают, ну, и мы, как кафедры, например, с большим удовольствием, как сообщество тоже сопровождаем этот процесс. Это нормально, это правильно. Вы являетесь президентом Ассоциации руководителей и специалистов по управлению человеческими ресурсами. Звучит так интересно. Человеческие ресурсы, по сути дела, это люди. И, ну, многие, наверное, взрослые люди считают и даже говорят, и это звучит везде, и даже в фильмах есть это всё, в книгах есть, что человек – это винтик, это система. И вот когда на каком-то предприятии работает огромное количество людей, там несколько сотен или даже несколько тысяч, то каждый из них чувствует себя винтиком. Так вот, как сделать так, чтобы молодые люди, которые сейчас либо поступают в учебное заведение, вот в этом году, например, либо те, кто заканчивает, вот как им не стать винтиком, а стать действительно тем человеком, который почувствовал, что он приносит пользу обществу, приносит пользу городу, приносит пользу региону? Ой, Людмила, прекрасный такой философский вопрос. Мне кажется, нужно, ну, во-первых, разделять на две части его. Мы с вами знаем, что сейчас с точки зрения навыков, то есть как не стать винтиком, нужно иметь необходимые прокаченные навыки. Говоря там таким устойчивыми терминами, это скиллы так называемые, да, и есть софты и харды. Есть надпрофессиональные компетенции, есть профессиональные компетенции. Так вот, про то, чтобы как не стать винтиком, нужно, конечно же, очень развивать надпрофессиональные компетенции, когда ты умеешь работать в команде, когда у тебя всё в порядке с самоменеджментом, когда ты умеешь, в принципе, коммуницировать, работать с людьми, умеешь решать проблемы и принимать решения, конечно, умеешь работать с поступающей, входящей информацией, и всё хорошо с эмоциональным интеллектом. Вот когда вот с этой частью всё хорошо, и при наличии, конечно, необходимых профессиональных навыков, Я думаю, что проблем в этой части не будет. И действительно сейчас тренд этого года – это акцент на человекоцентричность. То есть когда всё-таки человек в центре, когда мы говорим не просто про винтик, а ресурс в хорошем смысле слова, потому что любым ресурсом надо уметь управлять, надо его беречь и надо правильно его использовать. То есть человеческий ресурс – это вот в хорошем смысле, в хорошем понимании. Поэтому, да, человекоцентричность – наше всё, и это тренд, наверное, в ближайших нескольких лет точно. Это то, с чем будут отстраиваться компании, которые хотят конкурировать и хотят серьёзно конкурировать с другими предприятиями за молодёжь. Как вы считаете, у нас на Урале всё-таки больше возможностей для молодых людей найти работу, которая им точно будет нравиться и будет по душе? Или молодым людям лучше уезжать в другие города, регионы и страны? Ну, я вообще патриотка нашего региона, и, конечно, как минимум было бы неправильно так сказать, что молодёжи надо уезжать. Я считаю, что у нас регион замечательный, и регион, который даёт возможность развиваться по разным направлениям, потому что у нас есть и промышленность, и эти сферы, и сферы образования очень хорошо. Можно там тоже расти и развиваться. И другие сферы деятельности. Поэтому мы топим за наш регион, и более того, мы всегда говорим, что очень важно объединяться не только, знаете, как внутри, там, отдельным вузом и так далее, но и работодателям, чтобы они внутри нашего региона не друг с другом конкурировали, а чтобы мы вместе подумали, а как сделать бренд региона, HR-бренд региона сильным, чтобы, наоборот, ребята не то чтобы уезжали из региона, а чтобы из других регионов к нам приезжали, в том числе из других ближних государств. Спасибо. У нас в студии Светлана Долженко, президент Ассоциации руководителей и специалистов по управлению человеческими ресурсами. Беседовали мы в рамках марафона «День студентов». Ну, меня зовут Людмила Варакина. Всего самого доброго. Оставайтесь с нами и продолжайте слушать радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Продолжение следует...